Заболевания 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 из эпителия толстой кишки, циркулирующей к плазме. Мы предполагаем, что кроме стандартных компонентов, тетраспланинов, микро-РНК, липидов, в состав нановизикул входят специфические поверхностные маркеры, соответствующие поверхностным маркерам секретирующих их клеток. Для разработки метода количественной оценки этих визикул мы отобрали потенциальные поверхностные маркеры, которые экспрессируются исключительно или преимущественно в клетках эпителия толстой кишки, и которые могут иметь диагностические потенциалы при скрининге. Основой нашего метода служит создание иммуночастиц, состоящих из супермагнитных частиц, покрытых стрептовидином, поверхности которых декорированы антителами специфическим потенциальным маркером, например, кларин-3, галектин-4, меприн-А. Взаимодействие частиц с антителами происходит за счет образования биотин-цептовидиновой связи. Вторым шагом является инкубация таких иммуночастиц с тотальной фракцией предварительно выделенных метлеточных нановизикул, среди которых есть и наши таргетные фракции нановизикул, которые несут на свои поверхности специфические потенциальные маркеры. В результате происходит селективная фиксация нановизикул к иммуночастицам. Третьим шагом методики является инкубация полученных комплексов с вторичными флуоресцентно-меченными антителами, классическим экзотомальным маркером, таким как CD63 и CD9. Как итог, четвертый шаг проводится количественная оценка специфических фиксированных визикул методом проточной цитометрии. Для того, чтобы выделить такие тканеспецифические популяции внеклеточных визикул, нам понадобится следующее оборудование. Для получения тотальной фракции нановизикул, нам понадобится ультрацентрифуга и дополнительное к ней оборудование, либо оборудование для выделения методом двухфазной полимерной системы. А для описания характеристик, выделенной нановизикулярной фракцией, понадобится прибор, анализирующий траекторию частиц НТА. Эти методики были показаны моими коллегами ранее. Для непосредственного выделения тканеспецифической популяции визикул, нам нужен магнитный штатив для сборки монокомплексов на основе суперпарапамагнитных частиц, центрифуга мультиспин для сбрасывания капель со стенок пробирок во время инкубации образцов на мультивортексе, сам мультивортекс. И для качественной и количественной оценки выделенных визикул нам потребуется проточный цитометр с обеспечением для анализа образцов. К этапам подготовки входит предварительное выделение выделение тотальной популяции визикул. Затем мы должны оценить качество нашего выделения, характеризовать нановизикулы, а именно измерить размер частиц и их концентрацию. Размер частиц обычно варьируется в пределах 80-10 нм. Концентрация выделенных частиц находится в пределах 2,10 на 10 в 11 степени частиц в миллилитре. Пример отчета вы можете увидеть на данном слайде. Относительно полученных данных концентрации нановизикул, мы рассчитываем их количество, нужное для проведения одной реакции. Третий этап подготовки – это промывка суперпарамагнитных частиц фосфосолевым буфером. Для этого мы отбираем аликвоту частиц, рассчитанную на определенное количество наших образцов. Добавляем раствор фосфосолевого буфера. Плавно репетируем и собираем осадок магнитных частиц на магнитном штативе. Республитируем очищенный осадок частиц в нужном количестве фосфосолевого буфера. Основные этапы процедуры – сборка иммуносорбирующих частиц. Для этого мы смешиваем суперпарамагнитные частицы со сортовидином, биотинированными антистилами, таргетным маркером. Накубируем час на мультивортексе при четырех градусах выше нуля. Через час, если мы заметили на стенках пробирки капли, мы сбрасываем их на средних оборотах на мультиспине. Затем собираем иммуночастицы на магнитном штативе и отмываем раствором ПБС, организовавшихся антистилы на магнитном штативе. Следующий этап процедуры – это сорбция специфических нановизикл к иммуночастицам. Для этого мы добавляем к иммуночастицам рассчитанное нам заранее нужное количество внеклеточных нановизикл и оставляем их инкубировать ночь в холодильнике на мультивортексе. После инкубации собираем иммуночастицы на магнитном штативе и отмываем эти кубиксы ПБС. Затем мы добавляем блокирующий раствор для основы козеина к нашим осадкам для предотвращения неспецифического связывания вторичных антитсел с магнитными частицами. Инкубируем час плюс четырех на мультивортексе. Затем мы снова отмываем иночастицы от несаджившихся визиклу на магнитном штативе. После этой процедуры мы инкубируем монокомплексы со вторично-флюоресетно-меченными антитилами к CD63 и CD9 в течение двух часов в темноте на мультивортексе. Отмываем и затем снова мы собранные комплексы раствором ПБС на магнитном штативе. Далее мы растворим промытые и собранные монокомплексы с визикулами в фосфатно-слевом буфере. Обратец готов к сбору и анализу данных на проточном цитометре. Для проведения анализа количественной оценки специфических маркеров, например, MIPRIN-A, мы готовим параллельно несколько образцов. Негативный контроль, собранные моночастицы с биотинилированными и вторичными антитилами, но без добавления образца визикул. Образец собранных иммуночастиц с нановизикулами, выделенными из плазмы здоровых доноров. И образец собранных иммуночастиц с нановизикулами, выделенными из плазмы пациентов. На слайде представлены репрезентативные результаты количественной оценки MIPRIN-A позитивных нановизикул в составе тотальной популяции визикул плазмы здоровых доноров и пациентов с кларектальным раком, положительных по сигналу CD63FITS. Видно, что количество мепирин А в составе нановизику у пациентов больше, чем у здоровых доноров – 21% против 3,7%. Ниже слева представлены результаты анализа двух групп образцов, полученных от здоровых доноров и больных раком. В каждой группе было по 20 образцов. На левой панели представлены результаты количественного определения мепирин положительных нановизику в составе монокомплексов, меченых антителами CD63FITS. А на правой панели представлены результаты количественного определения мепирин А положительных нановизику в составе монокомплексов, меченых антителами CD9, персепи 5,5. В обоих случаях мечение количества мепирин А положительных нановизику выше в группе образцов пациентов по сравнению с образцами здоровых доноров. РОК-анализ позволил нам оценить генетическую эффективность метода. Значение площади под кривой для CD63 и мепирин А положительных нановизику составляет 0,81, а для CD9 и мепирин А положительных нановизику составляет 0,79. Наши результаты показали эффективность такого подхода в выявлении специфических поверхностных молекул. Однако многие аспекты, такие как количество, гетерогенность нановизику требуют дальнейшего исследования. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok